Ладно. Ну, хорошо. Давайте начнем потихоньку. Я должен вам напомнить, как я понимаю, основные сведения из теории функции комплекса переменного. И, значит, что еще? Ну, я постараюсь, как пойдет, я не знаю, как пойдет. У меня еще планшет. Я пишу рукой на планшете, а что написано, вижу на экране компьютера. Поэтому прошу заранее извинить, я буду стараться аккуратно писать. Вы понимаете, это довольно сложно. Ну и, наконец, я постараюсь либо как-то в простейших вариантах формулировать доказательства теории, ну, либо как-то формулировать, как их доказывать. Ну, зависит от того, сколько времени у нас будет, как это все будет подтягиваться. Итак, ну, начинаем мы с комплексной дифференцируемости и уравнения к ашериму. Значит, пусть у нас имеется некоторое W от Z. Z у нас комплексное число. Ну, это функция из некоторой области D, но которая, в свою очередь, из C. Ну, и функция отображает в C, в компании конкретной числе. Пусть у нас есть какая-то точка Z0, которая, соответственно, принадлежит этой области D. И если предел, сейчас будем писать W' Z0, ну, соответственно, такая штука, когда мы берем, как и в обычном матанализе, некоторую разницу дельта Z, устремляя дельта Z к нулю, здесь берем на дельта Z, а здесь берем, соответственно, W, W' Z0 плюс дельта Z минус W' Z0. Ну, и если такой предел существует, то говорят, что W' в точке Z0 есть комплексная производная функция W' в этой точке. Здесь важно следующее. Существование предела означает его независимость от направления, в котором происходит приближение к этой точке. Мы можем по любому направлению должны получить один и тот же ответ. И, соответственно, функцию, которая существует, W' мы будем называть C дифференцируемая функция. Хорошо. Ну, пример... Как называете C дифференцируемая? Что? Как будем называть? C дифференцируемая, ну, комплексно дифференцируемая. Мы сейчас вводим понятие комплексной дифференцируемости. Ну, будем называть либо C дифференцируемой функцией, либо комплексно дифференцируемой функцией. Понятно? Значит, ну, какие простейшие примеры? W от Z. Ну, самые простые. W от Z равняется, например, Z в степени N, где N, скажем, целое число. Ну, тогда вот W' в точке Z он будет точно так же вычисляться, как и в обычном матаналиде, N на Z в степени N минус 1. Ну, например, пример недифференцируемой, но, скажем, непрерывной функции. Можно привести следующий. Немер такой W от Z равняется Z с чертой. Черта – это означает комплексно сопряжение. Можно так же привести пример функции, которая, она C-дифференцируема только в одной точке, в точке Z0. Это вот такая вот функция W от Z. Она равняется Z на Z с чертой. Ну, или Z по модулю в квадрат. Вот можно увидеть, что она, что производность существует только в точке Z равная 0. Так, ну, теперь сформулируем некоторую теорему. Теорема. Значит, пусть функция W от Z ну, равна… Ну, плоскость Z мы представляем всегда так, как X и Y. Будем… Ну, а Z – это точка на этой плоскости. Пусть функция W от Z представляется в виде… так, любую функции комплексно-переменного… так, какими-то другими буквами… у от X и Y плюс… ну, W от X и Y. Так, значит, вот… И пусть эта функция определена в некоторой окрестности точке Z, ну, которая с X плюс Y. причем в окрестности этой точке функция W от X и Y и V от X и Y. Ну, дифференцируема как функция… это функция двух веществных переменных X и Y. И вот по каждой переменной существует производная. Эти функции, ну, в отличие от C-дифференцируемых, мы будем говорить, что они R-дифференцируемые. Так вот, тогда для C-дифференцируемости функции W от Z необходимо и достаточно, чтобы в этой точке выполнялись соотношения. ДУ по ДХ равняется ДВ по ДУ и ДУ по ДУ равняется минус ДВ по ДХ. Это важные соотношения, они называются условия Каши Риммана. Хорошо, ну, давайте начнем с необходимости. как бы необходимые достаточно. Ну, пусть существует… 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 W штрих от Z… минус W от Z… деленное на H… существует такой предел. Извините, пожалуйста. Да. А можно просто вот словами еще раз целиком условия теоремы повторить? Теорема… Теорема следующая. Значит, пусть имеется функция W от Z… ну, и она представима в виде двух функций переменных X и Y. У от X и Y и плюс И В от X и Y. Это как бы действительная часть функции и мнимая часть функции. Эту функцию всегда можно так представить. ну, и сама функция определена в некоторой окрестности точке Z, да, в какой-то мы фиксируем точке Z. Вот. Причем в этой точке У и В дифференцируемы как функция двух вещественных переменных. То есть существует ДУ частная по ДХ, ДУ частная по ДУ, ДВ частная по ДХ и ДВ частная по ДУ. Тогда для того, чтобы функция W была седифференцируемой, в точке должны выполняться вот эти вот условия, и это называются условия Каши Риммана. Ну, давайте начинаем тут простое доказательство. Ну, вот пусть существует производная, да, и воспользуемся тем, что предел вот этот вот должен не зависеть от движения Z, как мы только сказали. Ну, пусть сначала Z плюс H, вот у нас тут, да, Z плюс H, пусть приближается к Z по прямой параллельной оси. Ну, то есть, скажем, H, H равняется… Это какой-то параметр. Если же во втором случае мы возьмем… Т – действительный параметр. Мы просто движемся параллельно оси, да. А во втором случае мы возьмем… H… Двигаться будем вдоль мнимой оси, да. То есть, во втором случае мы напишем, что это И… Т тоже действительно параллельно. Ну, тогда… В первом случае… В силу определения того, что мы говорили… Дуболевой штрих от Z, да, будет равен… ДУ под ДХ плюс И… В под ДХ… А во втором случае Дуболевой штрих от Z… Соответственно, равен минус И ДВ под ДІ… И… А, извините… ДУ под ДІ… ДУ под ДІ… И… Плюс ДВ… Ну, поскольку… Эти… Две производные должны совпадать… Приравнивая их… И приравнивая их… И приравнивая действительные минусы части… Мы, соответственно, получаем это… Условия Каши Римман… Да… Ну, теперь… Достаточность… Давайте я… У меня здесь тоже не очень удобно… Я должен все как-то… Счистить… И… Так… Значит… Теперь достаточность… Достаточность… Да… Что тут можно сказать про достаточность? Ну, нужно взять… Опять-таки… Что функция у нас R дифференцируемая… Тогда у нас… У… От… Х… Плюс… С… И… Y… Плюс… Т… Возьмем… Да… Вычтем… От них… У… От… И… Поскольку… Т… Маленькие… Мы… Напишем… Что… ДУ… Под Х… Соответственно… На С… Ну… Плюс… Плюс… ДУ… Идрик… На Т… Ну… Плюс… Какое-то число альфа… От H… Стремясь к нулю… Ну… Там… На H… У нас здесь… Как и прежде… Будет… Значит… Соответственно… С… Плюс… И… Т… Наш комплексный… И… Т… Ну… Соответственно… Если мы возьмем… В… 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 Возьм… В… Возьм… В… Также… От Х… Плюс… С… И… Вычтем… Соответственно… В… От Х… В… С… У нас получится… ДВ где… И… OnePlus… Окол Muti… В… Присвине… p … � … т… Бета… Порядка… …мальicit Kal navy… Ну… На какой-то… Скажем… Порядко… …H… какие-то маленькие величины. Вот, но теперь, если мы напишем w от z плюс h минус w от z. Ну, соответственно, используя все эти определения, мы получим такое простое соотношение du dx на s плюс 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 alf плюс и бета на модуля. А теперь мы можем вот эти вот скомбинировать и получить, что у нас w от z плюс h минус w от z соответственно равны, как мы видим, du dx плюс i vp dx умножить на s плюс t ну и плюс o малая. Это есть буква h. При отстремляющемся к нулю, мы видим, что есть какое-то число на h и и о малый от аж. Ну, о малый от аж поделить на h стремится к нулю, но тем самым мы видим, что у нас имеется вполне определенное число, независимо от z и от... Хорошо. Значит, условия c дифференцируемости можно представить также в несколько ином виде. Значит, мы можем на плоскости... Подождите, а куда у нас dy делось? А dy будет то же самое. Ну, извините, я просто немножко ускоряюсь, а то я боюсь мы на самом простых ином виде. Значит, вместо x у нас есть набор x и y, да, на плоскости. Можно ввести z и z с чертой соответственно набора. Ну, собственно, тогда... Ну, одни переменные выразят через другие. Тогда d по d z будет равен вот так вот одной второй d под x минус y. А d по d z с чертой это и есть, соответственно, одна вторая. Ну, потому что x это есть x плюс yz, x минус yz с чертой. Поэтому они выражаются легко и понятно простым способом. d под x плюс y. Ну, и тогда я не буду так долго выписывать, но, поверьте, такие же простые вычисления. Мы увидим, что условия Каши Риммана, вот этот Каши Риммана, означает в переменных z с чертой следующую вещь, что w, d, w, z, наш функциональный переменный, по d z с чертой равна нулю. Так вот можно легко и просто переписать, переписать услуги Каши Риммана. Хорошо, давайте теперь... Значит, теперь следующее. Ну, набор каких-то простых теорем. Если у вас есть две функции f и g, f и g, ну, такие, что они определены в области d, и все это, как говорится, отображается d, и d и g имеют комплексные производные, ну, то тогда функции f плюс-минус g, g, а также fg, а также f делить на g имеют комплексные производные, и задаются они такими стандартными формулами матанализа. Ну, естественно, вот в последнем случае нужно требовать, чтобы g в окрестностях точки не обращалось в ноль. Можно и f на g, понятно. Хорошо. Рассмотрим еще в контексте этих всех производных. Производные по направлению. Если мы положим наше комплексное превращение h в яснике модуля на e в степени и θ, да? Тогда можно представить комплексную сумму. Вот тогда w, w от z плюс h минус w от z, это есть нечто иное, когда w под z, а умноженное на модуль h на e в степени и θ, а умноженное на модуль h на e в степени и θ. Ну, и, соответственно, как мы говорили, так, d w с z вертой. Так, на e в степени, ну, тоже на h, на e в степени минус и θ. Ну, плюс в малый от h. Значит, если мы разделим обе части на модуль h и перейдем к пределу, то получим производную w по направлению. То есть мы получим, ну, обозначим вот так вот, d w по d z, а здесь я добавил индекс θ в направлении θ. И он, соответственно, есть нечто иное, как d w по d z, так, плюс d w по d z с чертой, e в степени минус 2 и θ. Ну, видно, что вот если d w по d z с чертой равно нулю, то это означает, что не зависит производное направление. То есть c дифференцируема она вот в этом случае будет. Так, теперь переходим к понятиям голоморфной функции. Голоморфной функции. Пусть у нас есть функция f в некоторой области d, соответственно, которая делает отображение насы. Она называется голоморфной в области d, но d, как всегда, у нас принадлежит c, иначе говорить не о чем. Если она имеет комплексную производную для любой точки z, принадлежащей этой области. Такая функция называется голоморфной функцией в области d. Ну, например, вот мы говорили, функция c дифференцируема, то есть я сейчас z 0, просто пример функции, но не голоморфной. Например, это функция w от z, равная z по модулю в квадрате. На галере можно увидеть, что производная в нуле 0, но она только в этой точке. Никакой окрестности этой производной не существует. Эти голоморфности можно распространить и на z 0, равная бесконечность. Ну, функция f, заданная в окрестности этой точки, мы будем называть голоморфной. Если функция g от z, которая есть f единица на z, голоморфная в нуле, голоморфная в нуле. Ну, примеры голоморфных функций, их много. Ну, например, первые полиеномы. Так, ну, я не буду выпить затостепеней и так далее. До таких-то порядков. Хорошо, теперь переходим к понятию, к важной теореме, которая является, вообще говоря, основной теоремой. Так, мне кажется, по крайней мере, может, я не прав. Основной теоремой теории функций комплексных переменов – это теорема Кашин. Я прошу прощения, а вот тут, если идти по билету, в 50-м еще говорится голоморфность элементарных функций, это что здесь нужно сказать? Ну, вот степень функций голоморфная, да, 50 – голоморфность элементарных функций, да. Ну, вот примеры каких-то элементарных функций, которые голоморфные. Я привел пример полинома, он голоморфная функция. А, вот, например, z по муле в квадрате – не голоморфная, хотя она в нуле все дифференцирована, в любой окрестности она не голоморфная. Какие-то такие примеры функций. Итак, теорема Кашин. Ну, именно интегральная теорема Кашина. Я вам сформулирую упрощенный вариант. Мы проведем упрощенный вариант доказательства. На самом деле, можно там идею высказать, как мы ее куда-то двигаем. Значит, итак, пусть функция f. Функция f, z у нас, как всегда. Ну, и эта функция, она c дифференцировала. Ну, в односвязанной области d, которая принадлежит c. Тогда, значит, любая гамма замкнутая кривая. Так вот, утверждают, что если функция f голоморфная, то для любой гамма, лежащей в этой области, интеграл вдоль этой кривой гамма… Извините, а гамма тоже из d, да? Да, нет, мы все, да, мы никуда не выходим. И она не подходит. Граница, она внутри. Тогда интеграл f, z, t, z равен нулю. Ну, это, я повторяю, формулирую упрощенный вариант. На самом деле, требование о существовании производной, оно излишне, просто оно позволяет вот такой простой сейчас вариант доказательства. Как доказать все это дело? Мы воспользуемся формулой Грина из мат-анализа. Давайте запишем, что означает интеграл по кривой гамма. Тут наша функция есть p, ну, точнее, сначала я формулу Грина сформулирую, да? То есть, если у нас есть p, dx по кривой плюс q, dy, по некоторой кривой в области, внутри области g, то это а в соответствии с функцией Грина. То есть, интеграл по области g от dq минус dp по dy. dy по области g. Ну, это такой, я бы сказал, вариант дифференцирования по частям. И область g уже здесь, вот у нас есть область d, да? А вот есть область g, а вот граница а-гамма – это есть граница области g. g плохо нарисовала. Итак, что мы имеем в нашем случае функции комплекса применения? Интеграл по кривой гамма f от z, dz. Ну, это и есть, перепишем вопрос через u, dy, минус v, y. Ну, просто раскрываем. Выделяем действительную часть плюс и интеграл опять же по этой кривой гамма. v2 плюс u, dy. Отлично. Теперь берем и все это дело. Применяем каждую из частей функцию Грина, формулу Грина. Это есть тогда интеграл по области g. Ну, и плюсы. интеграл опять-таки области же дэвупа дэйкс минус дэвэ по дэйкс 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 но это оба интеграла равны нулю в силу нет ноль и это ноль в силу условия каши риммана ну давайте я напишу формулу грина вот так для справки в комплексном виде через z это есть будет так 2 и играл аж вот она имеет такой простой красивый вид ну и повторяю что на самом деле предположение о непрерывности вы вообще-то знаете что производная голоморфная функция сама голоморфная функция но также можно включить просмотрение не односвязанной области если есть область d которая состоит вот скажем из таких вещей то можно вот здесь делать такое менее разве и здесь мини разве и когда интеграл свой иск односвязанной области вот эти интегралы идем мы выбираем контур когда здесь мы идем в эту здесь в обратно это интеграла сокращается но и добавятся интеграл по поверхностям с определенной ориентации но соответственно разрезали сейчас говорили не односвязанной но например обобщить ну чтобы обобщить теорему каши является обобщение для обобщения используется лима гурса и я просто формулирую там выбираются некоторые набор треугольничков их делят еще на еще мелочи треугольнички ну и в общем некоторая последовательность позволяет доказать теорему в общем виде а лима гурса звучит так если f галаморфно галаморфно в d то интеграл от нее извините им кого гурса еще раз если по функции f галаморфно d то интеграл от него ориентированные границы любого из треугольников можно выбрать ориентированные значит мы выбрали направление обхода ну вот то интеграл от ориентированные ну и треугольник принадлежит если такой интеграл равен нулю поэтому там можно пределами разбиваемого треугольничка доказать существование не используя ну тот простой вариант который я использовал он использовал дифференцируемость а здесь в общем это не надо значит итак у нас вот интеграл по пути вдоль пути можно ввести понятия интеграла у нас есть какие-то две точки назовем точка 2 и там мы использовали интеграл по замкнутой линии да можно и ввести понятия интеграла по такой линии интеграл вдоль гамма ну давайте эти точки интеграл от гамма fz ну можно ввести параметризацию ввести букву т вдоль его и да тогда у нас гамма есть это гамма от т но и тогда это есть не что иное как интеграл от альф до бета ф гамма от гамма от т штрих гамма ну ты наставили т так и будем да а здесь дз это будет соответственно гамма от т дт а вот это вот можно сказать что то есть ф штрих первообразная функция f да здесь какая-то переменная по ней интегрирование есть поэтому весь этот интеграл есть нечто иное как f ну это как бы если наличие первообразное она точно также вычисляется как и в обычную в обычном случае ну значит вот это я написал что есть как бы глава на вдоль этого пути производная но вообще говоря в случае многосвязной или какой-то прокол этой области первообразной может не быть вот такой вот например для функции f равный единиц назад такое написать с окрестностей за точку до травы нулю нельзя из рассмотрения всех контуров расскажу про теорема каши теорема каши а гомотодии значит теперь ему утверждает что значение интеграла от голоморфных функций но при фиксированных концов ну как бы зависит только от гата гомотопического класса пути например положим вот и и пусть у нас два пути один из них гамма 0 вот такой что и и все равно в нашей области области и гамма-1 тоже извините какую теорему мы сейчас доказываем сейчас мы это называем сейчас я сначала сформулирую какие-то потом я скажу теорема каши а гомотопии она утверждает что значение интеграла от голоморфной функции по пути вот сфиксированным концами но зависит только вот от гомотопического класса пути ну значит смотрите нас есть два пути ну например вот мы взяли 0 и 1 может быть вот такой вот может так вот и у них общие концы именно гамма 0 от нуля равняется гамма 1 от 0 назовем это а а соответственно гамма 0 от единицы равняется гамма 1 назовем это значение как такие два пути попытался изобразить так вот эти два пути называются гомотопными в области д если существует непрерывное отображение некоторое такое но оно соответственно гамма 1 от 0 от т равняется гамма 0 от т ну а соответственно гамма от единицы т равняется гамма 1 от т ну а соответственно то что мы наверху писали это гамма для любого с 0 равняется а а гамма с 1 равняется b ну гомотопность этих двух путей гамма 0 и гамма 1 означает возможность вот что непрерывно протеформировать друг в друга ну вот как бы с это параметр который это дело ну гомотопность является как бы отношением классов отношением эквивалентности ну и все может нам по пути разбитые гамма топические классы ну например то что мы в основном всем работаем скажем односвязной области то в односвязной области любые два пути с общими концами гамма топ на другом понятно теперь начать еще теперь собственно как звучит теоремка шин если f если f если f голоморфная голоморфная функция в области d а гамма 0 и гамма 1 два пути которые гамма топ на друг другу в области d то то мы будем уметь следующий интеграл по гамма 0 fdz гамма интеграл по гамма 1 fdz ну доказывается это примерно следующим образом надо ну возьмем и вычислим некоторые интегралов же с поскольку с параметр у нас не гамма топе тут мы вычислим интеграл по гамма с fdz ну и собственно нужно доказать что же от нуля равняется же от единиц пройдя по полному кругу ну для этого достаточно показать что функция локально постоянно на и в каждой точке s0 принадлежащей пусть она обладает также некоторой окрестности в с 0 ну как бы тоже мы будем смотреть причем такое что ж от с равняется ж от с 0 для любого с ну кого-то которые берем из этой в с 0 то есть берем маленькие вариации вокруг ну теперь значит пусть у нас есть f это произвольно выбранная первообразная функция f маленькая но вдоль пути 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 ну вот наше пути гамма с 0 ну зададим какое-то разбиение отрезка и точками вот таким вот образом 0 меньше ну или 0 скажем равно 0 0 меньше t1 и так далее меньше tn равно единице ну и на отрезке ij который как бы есть отрезок параметрах t tg минус 1 tg t ну на этих отрезках найдутся во-первых а круги ввиду того что есть буквы у нас назовем круги и у житые такие что гамма от s 0 и t ну находится у житые ну и b что первообразные f житые соответствуют функции от интегралов f в этих у житых такие что f от t у нас которые на этом интервале на это такие что f от t на этом интервале равняется ну соответственно f житые соответствует вот гамма f 0 t ну где t на этом интервале ну и что то пересечение и делаем так f житые равняется f жи минус 1 на у житых у жи минус 1 ну и в силу равномерной непрерывности функция гамма функция которую нашу кривую непрерывности на таком множестве найдется окрестность соответственно vs 0 некоторые точки с 0 ну такая что вот эта кривая гамма вот гамма тв и с 0 и с 0 и с 0 и и с как бы рассмотрев функция которая отображает и в c как последовательность можно увидеть что как бы функция fs то это есть собственно есть первообразная в житые на этих ну то есть первообразные вдоль пути вдоль пути гамма с ну а это означает что она что интеграл же с соответственно да это есть f от fs то от единицы минус fs то от 0 вот по формуле ньютона линии ну ну поскольку для гамма топных функций с общими танцами гамма ст от 0 равняется а гамма ст от единицы b ну соответственно fs то от 0 будет как бы f1 от а а fs то от единицы будет fnt от 2 ну и поскольку мы идем в конце концов по кругу то в общем мы убеждаемся что эта сумма оказывается равна нулю ну я схематично вам его рассказал потому что на самом деле она такая довольно занудная а время у нас не так много я скажу вам средства этой теоремы ну самое простое собственно следствие если f голоморфно да если вот мы смотрим голоморфно в области d и путь гамма и путь гамма и путь гамма топен нулю ну то есть замкнутый то соответственно f интеграл а гамма fz dz равно равен нулю ну следствие очевидно поскольку мы идем и возвращаемся в то же то есть есть другое следствие если fc дифференцирована в односвязанной области то интеграл от нее не зависит от пути интегрирования ну то есть вот мы взяли такие-то две точки неважно как мы идем так так главное если области вносвязанной будут ничего не огибаем и функция у нас fc дифференцируема то это тоже будет 0 если fc дифференцируемо то у нас интеграл не зависит от пути ну да 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 то у нас интеграл не зависит от пути Это все варианты того, что интеграл не зависит от пути. Понятно, именно из той теоремы Каши первой интеграл по зонтовому контуру 0, поэтому мы можем, проходим так, идем назад, но это все равно, как вернулись. Ну и, соответственно, как я говорил, имеется, если у нас есть интеграл от 0, на комплекте до z1, то имеется формула Ньютона-Лебница. Видите, просто первообразная эта функция z1 минус f в точке z1. Ну и все, потому что от контура не зависит, просто входит в конечные значения. Ну, опять-таки, теорема Каши допускает некоторые формальные усиления обобщения. Например, она остается в силе, когда кривая гамма является границей области d, а функция f дифференцируема в d и непрерывно на замыкании d, то есть вплоть до самой границы. Ну, схему доказательств даже не буду говорить, в общем, просто последовательность. Правило мне круто. Ну, также имеется обобщение на неодносвязанной области. В этом случае 0 равен интеграл от f по всем компонентам границы, ну, суть их ориентации. Все, как делать из неодносвязанных областей односвязанного, я уже говорил выше, да, вот у нас есть область, здесь есть дырки, от дырки соединить, соединить здесь, и иметь односвязанную область. Это интегралы в результате получше, потому что мы эти интегралы имеем по тем границам, включая внутренние границы. Так, хорошо. Значит, переходим к следующему вопросу. Это интегральная формула каши. Итак, интегральная формула каши. Интегральная формула каши восстанавливает функцию голоморфную в области по ее значению на границе этой области. Как звучит теорема? Теорема следующая. Ну, пусть у нас D область. Ну, границы этой области, пусть будет простая кривая. Ну, там, где-то есть зомов и прочее. И функция F голоморфная в области G, назовем вот так вот, D с чертой, то есть из замыкания. Тогда для всех Z, принадлежащих D, справедливо следующая формула. Ф от Z равно РАПП интеграл ДД границы ДДЗ Это как бы интеграл каши. Ну, как доказать? Ну, давайте рассмотрим некий диск У радиуса R Ну, в центр, центр диска в точке Z Ну, предостаточно малых R Радиус диска положительный, да? Ну, соответственно, U такое с замыканием R Ну, внутри, естественно, D Применим теперь теорему каши о которой мы говорили раньше к области вот такой был И применим его к функции F от Z От Z минус Z Значит, мы обошли Особенностей нет, да? R больше нуля Ну, что мы получим? Мы получим, соответственно, следующее Интеграл ДУР Делить на Z минус Z Z минус Я вот так вычту 2Pi F от Z И перепишу это И перепишу это Вот этот вот интеграл Очень просто, что это и есть интеграл Ну, собственно, это интеграл F от Z От вот такой вот величины Близи Z Мы фиксируем радиус И по DZ Это у нас О, D, E и F Идем по кругу Отсюда 2Pi То есть вот это есть не что иное Нужно рисовать как интеграл ДУР ДУР Извините, а вы вот здесь пользуетесь тем Что интеграл Я сейчас вот здесь не пишу Я пользуюсь здесь Простым свойством Что вот такой вот интеграл По вот этой ДУР нашей От DZ От Z От Z Минус Z Равен 2Pi Вот такой я использую Существом Понятно, да? Я сажусь А Z У меня фиксированная точка Беру Z От Z Сдвигаю в точку Z Пишу, что это есть D О, XI XI Иду по кругу Вокруг Этой маленькой области Значит По XI Это будет R D E В степени FI Ну и FI Внизу Сокращается Ну получаем Понятно, да? Так К сожалению У меня тут Сейчас Ключилось Где еще раз У R Где центр у нее? Значит Сейчас попытаюсь Горнуться назад Я что-то Помню Значит Смотрите Вот Вблизи точки Z Вблизи точки Z Выбираем окружность Вот у нас точка Z А мы берем Вот такую окружность Вокруг нее R Маленькая величина Ну даже Если не маленькая Мы можем Идти По кривой По окружности Вокруг Этой точки Функция Вне этой точки С ней все хорошо Да И по тем теоремам Которые мы доказываем Мы можем Нить типа Любой Кривой Вокруг Ну сейчас Идем По окружности Тогда Мы имеем Вот это Соотношение Вот F Z Вот здесь Я просто Умножил F Z Да Поэтому Я его тут Не пишу А вот Это множитель Вот Он здесь Получился 2P На F Z А это Интеграл По этой штуке Тайот Просит 2P Понятно? Ну и Давайте Это уберу Начать сначала Ну и теперь смотрите Значит Из непрерывности Функция Ф Да У нас функция Ф Непрерывно В точке Z Ну и Оценка Сделав Оценку Интеграла При R Стремящемся К нулю Можно Увидеть Что Правая Часть Вот Того Выражения Сколь Угодно Мала Но Сейчас Я ее Оценирую То есть Я напишу Так Что Интеграл Вот Поэтому Последнее U R F Z Минус F Z Делить От Z Минус Z До Z По Модулю Уменьше Или равен Скажем Так Максимум Z На R Делить На R Модуль F Z Минус F З Умножить На Длину Окружности От Z 2 R Соответственно Меньше Или Равно 2 P На Максимум Z Это Минус F Z Поэтому При Эр Стремя Чем Чем Нулю Мы И Получим То Соотношение Теорем Каши Которое Я говорил Интегральная Формула Каши То есть У нас Останется Получим Что У нас Есть 2 P E F Z Справа Будет Интеграл F Z D Z Z Минус D А вот Смотрим Интегральную Форму Каши Если Как Вы Понимаете Z Не Принадлежит D То Тогда Вся Функция Вот Эту Она Функция Голоморф По теореме Каши Интеграл От него Будет Понятно Да А что У нас Справа Написано Z Ничто Если Не нарисовал Извините Если Z Не Принадлежит D В той Области У У У У У Есть Какая Область D В которой Мы Исследуем Функция А Функция Буква Z Лежит Вне Этой Области Внутри Области D Функция Голоморф Интеграл Все Больше Я Сказать Так Сейчас Немножко Тормозим Так Про интегральную Формулу Каши Более Менее Почему У нас Здесь Остался Интеграл По У Р Мы Хотели Интеграл По Границе D Или Что Такое Извините Это я Написал Неправильно Интеграл Конечно По Д Так Я Не знаю Мазочек Это я Написал Хорошо Там Все Было Ненормально Там Верхний Выводков Там По Кому Интеграл Д У Р У У У У У У У У У Должно Получиться По Д Ну Смотрите Давайте Взяли Сюда Да Вот Мы Вот Это Вот У Нас Д У Р Да А Вот Это Д Правильно Д Д Слышите Да Если Мы Так Обходим То Интеграл Равен Нулю Поэтому Интеграл По Д Я Тут Знак Уже Вы Он И Будет Равен Интеграл Д У Р Правильно Так Идем Дальше Значит Ну давайте Я Как Это Проговорю Все Таки Есть Еще Такое Следствие Мы Говорили Это Называется Теорема А Средняя Ну вот Применив Формулу Каши Вот К этой Окружности Д У Р Ну С Центром Пусть Окружность Находится Центром Пусть А И З Это Равняется А Плюс Р На Е В Степени И Тета Ну То Тогда Каши В этом Случае Она Запишется Вот Так Есть 2 Е На 2 П Интеграл От Нуля До 2 П Ф От А Плюс Р На Е Тета До Это Как Мы Берем И Производим Усреднение Ну То Есть Значение Фунг Голоморфной Функции В центре Любой Окружности Как мы Видели Этот Интеграл Не Зависит От Матер И Равно Среднему Значению Так Теперь Теперь Это У нас Было Интегральная Формула Каши Дальше Давайте Я еще Скажу В заключении Про Так Ну Есть Еще Дайте Какие Теоремы Которые Вокруг Этого Всего Следуют То есть Теорема О среднем Которое Я Сказал Можно Можно Вывести Утверждение Следуюсь Модуль Непостоянной Голоморфной Функции Вот Модуль F От Z 0 Естественно Мы Отходим Голоморфную Функцию Нормальную Так Вот Модуль Нормальный Это Не Есть Констант А Какая Функция Модуль Непостоянной Голоморфной Функции Не Может Достигать Максимального Значения Во Внутренней Точке Области То есть М Больше Заводится Ну Это Можно Тоже Там Спрашивайте А F От Z Чего Значит Любая Z Внутри Нашей Области Z 0 Ну Значит Давайте Так Это Я начал Тут Рассказывать Как Доказываться Теорема Это Просто Сформулировать Не будем Просто Утверждение Следующего Модуль Давайте Сотрудничать Модуль Непостоянной Голоморфной Функции Не Может Достигать Максимума Во Внутренности Области То есть Голоморфной Функции Модуль Голоморфной Функции Может Достигать Максимум Голоморфной Ток На Границе Так Ну Теперь Сейчас Модуль Непостоянной Голоморфной Функции Не Может Достигать Максимума Внутри Области Отток На Границе Ну Может Достигать Внутри Максимума Значит Что Если Максимум На Ходится Где-то На Границе Области Понятно Да Ну А теперь Давайте Еще Немножко Поговорим Про Интеграл Каши Давайте Так Интеграл Каши Так Давайте Лагу Идем Куда Очищем Так Итак Интегралы Типа Каши Это Интегралы Следующего Вида Ф А З Называем Интегралом Типа Равная Днице На 2 Пи Интеграл Пограмма Ф От Детта На З Минус З Дет З Такие Интегралы Будем Называть Интегралами Типа Каши Ф Некоторая Непрерывная Функция На кривой Гамма Кривая Может быть Как Замкнутая Ну В принципе Так и Разогнутая Функция Ф В этих Интегралов Называются Плотностью А Единица Над З Минус З Ядро Каши Ядро Каши Значит Ну Первое Интеграл Типа Каши Является Голоморфной Функцией На Гамма Ну Извините Я уже Начинаю Заговаривать Он Он Является Голоморфной Функцией Везде Вне Гамма Ну Существует Можно сформулировать Такую Теорему Интеграл Типа Каши Является Голоморфной Функцией В любой Точке З Нележащей На Кривой Гамма Причем Причем Ф Штрих От З Будет Равно Единице Голоморфной Голоморфной Вне Кривой Дана А Производная Берете Как бы Берете Производную Вот здесь Минус Единица В квадрате Минус Вот Доказательства 5 минут До перерыва Осталось Я приведу Пример Доказательства Этого Утверждения Заметим Что Ф Пометим Следую Что Ф А З Плюс H Да Минус Ф А З Делить На H Можно Представить Вот Так Что Это Есть 1 На 2 П И Интеграл По Гамма Ф Это Нужно Некое Перегруппировочка Я Ее Не Стал Делать Вы Просто Формально Пишите Разницу Вносите Под Интеграл Да З Минус З А Здесь Будет З Минус З Минус Ну Таким Образом Мы Имеем Что Ф Ну Короче Нет Все Правильно Вот Это Вот Ф З Плюс H На Ф З На H Ну При Остремляющемся К нулю Есть То О чем Мы Писали При Остремляющемся К нулю Есть Вот Это Вот Ну вот Можно Тут Немножко Это Более Доказывать Мне Кажется Нужно Достаточно Так Это Мы Закончили Вот Это Вот Теперь Следующие У нас Степенные Ряды Восходимости Степенного Ряда Разложение Ряд Телора Интегральная Функция Ну Давайте Это Начнем Уже На Следующей Лекции Давайте Немножко Чуть Подольше Прорвемся Хорошо Давайте Сколько Перерыв 15 30 15 30 У нас Начало Да Немножко Наоборот Задержался Ну Давайте 15 35 Ладно Хорошо Ага Давайте Хорошо Так Так Удачный Притюж Минута 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 Так Кто-нибудь Подключился Конференции Кроме организаторов Елена Значит Начинаем Вторую Лекцию Поехали Ряды Телора Ну И Все Что Вокруг С ними Связано Ну Начнем Просто Начало Числовые Функциональные Ряды Ну Какое-то Такое Напоминание Ряд Из комплексных Тисел Вида Бесконечность Называется Сходящимся Если Имеется Конечный Предел Клиент Стремящимся К бесконечности У суммы С Н Ну Соответственно До Н А здесь Напишем Н А К Здесь Существует Конечный Предел С И Т С Этот Предел Называется Суммой Ряда Обычно Определить Значит Функциональный Ряд Это Сумма Так скажем Н от нуля До бесконечности У Н Т Х З Депутсы У Н Они Определены На некотором Множестве Е Вообще Говорят Даже С Ч И Ряд Называется Равномерно Сходящимся Эпсилон Если он Сходится В каждой Точке Любой Точке И Для любого Эпсилона Для любого Эпсилона Больше Нуля Найдется Такой Номер Н Равное Эпсилон Такой Что для Всех Н Больше Н Большое И Для Всех З Множеству Будет Выполнено Такой Сохранение К Ат 1 Большое Стоимость Все К А З Ну Обычно Используется Для Оценки Сходимости Признак Равномерной Сходимости Достаточно Необходимо То есть Если Всюду В Д Члены Функционального Ряда Могут Мажорированы Членами Абсолютно Сходящих Словом Ряда То ряд Сходится Равномерно В Д Но В Приложениях Обычно Используется В качестве Мажорирующего Ряда Геометрическая Прогрессия Как Они Будут Составлены Точно Так же Как и Вещественные Моделы Доказываются Что Равномерно Сходящие Ряда Непрерывно Непрерывных На Д Функции Она Сумма Непрерывно На Д И Что Равномерно Сходящийся Ряд Из Непрерывных Функций Можно Почлен Если Степенной Ряд Вот Такого Трида Непрерывных 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 Он абсолютно сходится в круге. А в круге К1, где Ролл, Ролл. Строго меньше. С одной минус. Сходится равномерно. Ряд сходится равномерно. Равномерно. Ну, давайте пытаюсь здесь какое-то простое докладательство изложить. Так, давайте я тоже все смахну. Итак, выбираем А, равное нулю. Ясно, что это просто сдвиг система координат. Значит, ну, в силу сходимости ряда, как-то, да, вот что у нас есть. Что сходится cn на z в степени n в некоторой точке z0. Мы имеем следующее соотношение, что cn на z0 в степени n меньше некоторого n. Ну, теперь пусть у нас вот z принадлежит зоной. Ну, тогда мы что получим? Тогда мы имеем, что cn на z в степени n, по-моему, да, он равен n в степени n в з 0, по-моему, в степени n. И меньше в силу того, что мы говорили n, n, q, n, e, q, равняется z, z0. И по подстроению это лишена. Строго меньше 90. Ну, тем самым мы вот мажорируем некоторым рядом. И видим, что хорошо все. Теперь пусть z принадлежит k1. Тогда мы имеем следующее неравенство. cn, z в степени n по модулю. Меньше или равно n в степени n. А это, соответственно, меньше, ну, ваше время, или равно n на q1 в степени n. И q1 у нас есть ρ в модулю. И q1 не зависит от z. И по признаку Верстрасса ряд равномерно сходится. Следовательно, равномерно сходится в k1. Понятно, да? Ну, есть еще теорема Тагая Кашин-Адамара. Давайте я ее сформулирую. Это оказывать не буду. Опять-таки там степенной ряд. Существует верхний предел. Вот так его обозначим. Корень n-той степени из модуля cn предел, стремящийся к бесконечности. Пусть этот предел равен единице на r. Соответственно, r у нас величина больше нуля, но меньше бесконечности. Вообще говоря, он может быть и равен бесконечности. Значит, верхним пределом, напомню, последовательности о n-тах, скажем. Да, вот у нас есть последовательность. Есть последовательность о n-тах, то верхним пределом вещественных чисел называется число а такое, что, во-первых, существует последовательность последовательность о n-катах, которая стремится к а. Ну и, во-вторых, для любого эпсилона найдется такой номер n, ну а n меньше а плюс эпсилон для всех n больше или равно n большого. И если такая буква r существует, в круге ну вот в таком вот z-a по модулю меньше r в этом круге ряд сходится. А при z-a больше расходится. Ну, тем самым то и связь у нас последовательность. А в пункте 2 n больше чего? Что? В пункте 2, ну то есть а n-е меньше а плюс эпсилон? В пункте 2, это как бы вообще говоря определение верхнего пределения. Для любого эпсилона найдется такой номер n, что а n-е будет меньше а плюс эпсилон для всех n больше или равно большого. То есть у меня тут n большой. это некий способ по числовому ряду находить находить радиус сходимости того или другого ряда. Я не буду доказывать, я просто приведу ряд каких-то примеров. Ну, значит, давайте. Какие примеры? Ну, давайте вот такую сумму. это мы по n от единицы до бесконечности за степень n до n степени n. Вот такой вот ряд. Ну, такой ряд сходится, и радиус сходимости тут можно увидеть равен бесконечности. Другой пример. Извините, пожалуйста, она вот может только у меня, но у меня вот обрезается часть экрана, и вот часть того, что вы написали с самого низу, там не видно. Не видно. Давайте сотру, действительно. Сейчас я сотру и повторю. Хорошо. Значит, я привел пример. Сейчас видно вот здесь вот сумма по n от единицы до бесконечности z в степени такой вот n в степени такой хорошо сходящийся ряд. Радиус его можно убедить по той формуле в соответствии с теоремой Каши-Адамаро радиус здесь будет равен бесконечно. Второй хорошо нам знакомый, я бы сказал, почти с детства ряд единиц до бесконечности z в степени z в степени Когда z по модели меньше единицы в геометрической прогрессии, она сходится, а по модели больше единицы расходится. Соответственно, радиус тут равен сходимости единицы. ну, например, вот такой вот ряд единицы в геометрической сходимости вот так вариант первого, но такой перевернутый в степени z в степени n видно, вешено расходится. Радиус равен нулю такого. Значит, при z, когда модуль z равен r, мы говорили все теоремы больше или меньше даже, если равен r, то вообще говоря, в каждом случае ряд может как сходиться, так и расходиться. Ну, например, вот этот вот ряд, вот этот ряд, да, радиус единицы при z равен единице расходится. Ну, теперь тоже такой пример такой ума от n от единицы до бесконечности z в степени n делить на n. Довольно медленное спадание коэффициентов. Но если z равно, скажем, минус единице, ряд сходится, да, примерно там сходится. А z равен единице расходят. Ну, а вот, например, ряд возьму вот такой вот. Повторяю, каждый раз это нужно смотреть отдельно на радиус исходимости. Вот такой ряд на n квадрат при модуле z равном единице сходится. Понятно? Хорошо видно. Здесь вниз. Хорошо. Теперь собственно реддитейлора. Реддитейлора. Итак. Пусть, как всегда, функция f ламорфна в области d и точка a принадлежит d ну, как бы a произвольная точка в d тогда в любом круге, в любом круге у r которые задаются скажем, скажем, вот этот круг естественно должен лежать в b эта функция равна тогда f от z равна сумме n от 0 до бесконечности c и минус и так гламорфная функция в области d может быть разложена вот в такой вот ряд степенной и он будет сходиться в этой области ну давайте доказательства значит дайте, пожалуй, очищу начну доказательства не то начну доказательства с чистого леска итак ну пусть у нас некоторая точка z принадлежит нашему ну и z это произвольная точка выберем некоторое число r выберем таким образом такое чтобы выполнялось следующие соотношения большого р большая радиус сходимости пусть гамма r окружность радиуса r маленькая она в центре с точкой а из интегральной формулы каши мы имеем следствие соотношения а а в центре мы возьмем и разложим в ядро каши ядро надеюсь не забыли еще час назад вот это вот следующим образом представлю что это есть единица на здесь я напишу зэта минуса а здесь будет единица минус на цветы минус проверяйте за это минус минус получаем ровно вот это выражение ну это просто переписал а теперь извините за это минус она за это минус что я вот смотрите это просто формальная перезапись зэта минус зэта равняется вот зэта минуса умножить на скобку да а в скобке единица минус дробь зэта минуса над зэта минуса а теперь мы берем и разложим все это в ряд что мы будем иметь сумма зэта минус а степени н вот эту вторую скобку естественно раскладываю на на зэта минус а в степени н плюс 1 если бы не было вот этого первого члена все было бы без н плюс 1 но это дает дополнительный хорошо заметим что при всех любого зэта который принадлежит дамы р просто по нашему подстроению модуль зэта минуса деленный на зэта минус а минус единица значит вот эта вот прогрессия которую мы написали она сходится равномерно зэта ну в круге ну собственно дамы теперь что сделаем умножим обе части на единица зэта минус единица минус единица минус единица минус единица заметим что эта функция ограничена поэтому равномерная сходимость не нарушается и поскольку сходится равномерно почленно интегрируем по гамме р от чего мы получим в результате в результате мы получим что f от z понимаете вот это вот эту форму мы сюда поставили умножаем на fz теперь интегрируем по члену поскольку все хорошо f от z соответственно равняется сумма n от нуля до бесконечности c на z в степени n это числитель ну а соответственно cn здесь получаются единица единица на 2пи интеграл по гамма r f от бета g от бета от бета минус a в степени n плюс 1 ну интеграл по гамма r не зависит от r при r больше нуля не меньше r большего вот построенный таким образом ряд называется ряд тайлора функции f с центром в точке а но давайте отметим от простых важных свойств отметим ряд свойств рассмотренные теоремы ну первое следствие первое следствие называется следствие теоремы неравенства каши значит пусть у нас f гламур в замкнутом круге у так напишем замкнутый круг а модуль меньше или равнее ср маленькая а на окружности окружность гамма r равное ду модуль f меньше или равен m ограничен 100 0 1 Есть еще одно первое следствие, есть еще второе следствие, называется Теорема Леувиля. Если функция fc голоморфна и ограничена, то она постоянная. Ну, это прямо подоказано выше, видно, что в любом круге, в любом круге у, в таком модуле z, функция f представляется рядом Тейлорем. Коэффициенты этого ряда не зависят от r. Ну, так как f ограничено, скажем, пусть у нас модуль f. По неравенству каши мы имеем, что cn меньше или равно m на r в степени n. Причем это справедливо для любого n, сколь угодно оно может быть велико. И r может быть сколь угодно велико для любого n, для любого r. Но вилая часть, как мы понимаем, не зависит от r. А n у нас 0, 1, да, туда дальше. Ну, поэтому из всего этого ряда, например, бесконечности r может быть любым, и мы увидим, что существует только c0, n равно 0. Ну, это, соответственно, констант. Хорошо, значит, мы показали, что голоморфные функции можно разлагать в ряд, сходящийся ряд Тейлора. Извините, а вот в оценке модуля cn там не надо в числителе писать 2pi? В принципе, это неважно, но... Ну, меньше, 2pi это только в 6,28 раз увеличить. Ну, хорошо, надо формально выправить, да. Лучше написать 2pi. Я с вами согласен. Просто, нет, просто чтобы понять, откуда эта оценка берется. Из интеграла же, правильно? Из интеграла, да. Да. Ладно. Значит, теперь... Значит, попытаемся сформулировать и обратное утверждение, что сумма любого сходящегося степенного ряда как бы являются голоморфной функцией. Давайте я лучше опять... Значит, давайте так скажем, такую теорему... Сейчас попытаемся сформулировать. Значит, сумма ряда... Назовем эту суммой фразы... Так вот, эта сумма является функцией... Ну, по-моему, по-моему, в круге. Это сумма голоморфная функция в круге сходимости. Ну, давайте доказательства... Доказательства начнем со следующего. Ну, пусть у нас радиус есть некоторый... Радиус есть некоторый R, но больше нуля. Какой-то слов. Отставим ряд из производных. Фи от Z. Сейчас. Я тереву не сформулировал. Значит, еще раз. Сумма ряда F от Z равняется CM вот так вот. И она голоморфно будет в круге сходимости. И при этом еще... Я не договорил. При этом F' от Z, производная этой функции... Это является функция, полученная по членам... Дифференцирование в ряд. То есть, ну, абсолютное свойство обычных рядов, если расходится, то это... Производная этой функции будет последовательно... Просто дифференцирование последовательно. Давайте рассмотрим... Сначала составим ряд из производных. Вот таких вот F' Z. Напишем, что это вот такая сумма от M в минической благоисконечности. То есть, просто пока некую величину N, C, N... Z минус A в степени N минус 1. Его радиус сходимости тоже будет равен R этого ряда. Ну и на компактных подмножествах круга сходимости у R... Ну и R то на компактных подмножествах. Ряд сходится равноверно. Ну, отсюда следует, что функция F' непрерывна в этом круге. По этой же причине ряд можно пошленно интегрировать на границе как бы любого треугольника, который... Ну, по границе любого треугольника, который... Теугольник, наверное, надо и такой нарисовать. Вот так. V, U, R. Ну, давайте. Тогда интеграл по границе любого треугольника. Вот такой вот F' Z. Мы выбираем сумма N, это единственная верхняя конечность. N, C, N. Федерал по границе треугольника. Z минус A в степени минус 1, Z. Ну, и он, собственно, из-за того, что замкнутый треугольник, да, эта штука есть. То иное как ноль. Также было некоторое утверждение, что интеграл от A, Z, скажем, вот такой вот F' Z от Z, ну, он равен по какому-то... Да, не обязательно, ну, как это называется, ну, не по треугольнику полному, а по кусочку траектории, который мы раньше доказывали, что ничего от него не зависит. Здесь будет сумма N от единицы до бесконечности, N, C, N. Федерал от A в Z, Z минус A, соответственно, N минус 1, DZ. Ну, это есть не что, как D, только не спрашивается от Z. Ну, и можно увидеть, что здесь есть обычная формула интегрирования, DZ, Z минус A, N. Вот, из подчленного вот такого же интегрирования можно, собственно, видеть, что на самом деле CN, мы выражали через интеграл по формуле Каши, а можно увидеть, что CN имеет точно такой же вид, как в обычном, матанализе, он выглядит, ну, таким вот подчленным интегрированием, можно увидеть, как все работает обычная формула обычного матанализа. CN – это есть МТ-производные в этой точке на М факториал. Ну, и, собственно, из сопоставления двух формул можно увидеть, что ФНТ-производные в точке Z. И это есть МФТ-производные в этой точке Z. И это есть МФТ-производные в этой точке Z на 2Пи. Интеграл по границе, как обычно. Z – Z в степени МФТ-производные. Ну, таким образом вот ряды Тайлова устроены с одной стороны обычным способом, с другой стороны НТ-производную можно выразить, как бы говоря, по формуле Каши. Прошу заметить, это означает, вы помните формулу Каши, то F от Z, это есть единица на 2Пи, F от Z до Z на Z минус Z, да? Теперь, если мы это N раз продифференцируем, мы как раз просто под интегральное ядро N раз продифференцируем, мы ровно получим эту формулу. Ну, также вокруг ряды Тайлора есть теорема, называется теорема Мореро. Мореро. И звучит она следующим образом, ее доказательства не будет проводить, а она не переставает особо интересно. Ну и сложно. Если функция F от Z непрерывно в области D и интеграл от нее по границе, и интеграл по границе любого треугольника равен нулю треугольник из D, то F, то F доломожно в D. Ну, есть, давайте я все-таки кратко скажу, три эквивалентных определения голоморфной функции. Значит, первое, вот эти три условия, они все эквивалентны голоморфности. Функция F задифференцируема. Задифференцируема. Второе условие, оно все эквивалентны. Ф аналитично, аналитично в точке А, то есть разлагается в степенной ряд в точке А, сходящийся в некоторой окрестности. И третье условие, F непрерывно в некоторой окрестности у точка А и интеграл по границе любого треугольника U равен нулю. В общем, все эти три определения, они эквивалентны друг другу. Ну, хорошо. Давайте теперь перейдем, обсудим ряды Лорана. Итак, ряды Лораны. Как мы видели, ряды Тейлора, Тейлор представляют голоморфные функции в некотором круге. Ну, вот более общие ряды, они идут как по положительным, так и отрицательным степеням, это ряды Лораны. Они представляют собой голоморфные функции в некоторых концентрических кольцах. Можно сформулировать такую теорему. Любую функцию голоморфную в кольце. Так вот, любую функцию голоморфную в таком кольце можно представить как сумму схвата. Находящегося ряда пришел вот так вот. Там круги мы суммировали по n от нуля, а тут по всем n. А коэффициенты cn при этом определяются по формулам. КОНЕЦ КОНЕЦ Сейчас c-a в степени. А ρ, соответственно, больше r и меньше r большой. Ну, давайте как это доказать. Давайте зафиксируем некоторое z внутри кольца v. И построим новое кольцо v' v' Ну, вот следующее. Имеем следующее выражение. Все. Попробуем дальше. Все. Минус. Значит, нужно вспомнить, как я говорил, не односвязанное кольцо. Прорезать и по двум границам получится интеграл с разными значениями, с разными знаками. Значит, определим гамма штрих большой вот таким вот образом. А гамма штрих мало, соответственно, гамма штрих мало. Так. Значит, теперь давайте заметим следующее. что на гамма штрих большое мы имеем следующее соотношение, что z минуса по модулю меньше единицы. Поэтому мы представим ядро теперь вот таким вот образом. аналогично предыдущему вынесем. z минуса. А здесь оставим единицу минус z минуса на z минуса. Ну и опять разложим его, получим сумма от 0 до бесконечности. z минус a в степени n. z минус a в степени n плюс 1. И этот ряд сходится абсолютно и равномерно по букве z. Ну, аналогично тому, как мы уже рассматривали. Ну, опять умножим эту всю ограниченную функцию z, что не нарушает сходимости. И после интегрируем по гамма штрих. мы получим следующую вещь. Единицы на 2π. интеграл в гамма штрих. z минус z минус z. z минус z. равен сумме n от 0 до бесконечности. z минус z минус z минус z минус z минус z минус z. Ну, где, соответственно, z n у нас равно 1 на 2π, интеграл по гамма штрих, а степени n плюс 1 такое мы уже получали заметим что на дама штрих на кривой дома маленькая штрих на этой кривой выполняется другое соотношение цвета минуса z минуса меньше единицы и поэтому мы представим вот эту функцию которая минус единиц от зета минус z ядро если наоборот мы если z минуса а здесь оставим единица минус зета минуса соответственно на z минус а и разложив в ряд поскольку именно это множество меньше единиц мы получим получим что сумма равна сумма по m единице уже до бесконечности зета минус а в степени n минус 1 на z минус а в степени n хорошо значит в результате опять таки умножаем умножаем все на ограниченную функцию единиц на 2 пи f от зета и интегрируем по дама штрих получаем соответственно получаем соответственно то такое выражение что минус минус единицы на 2 пи Ну, а соответственно, m у нас здесь будет равна единица на 2π, интеграл, а гамма штрих от z в степени, ну, наверное, n плюс 1, но поскольку n сюда, его лучше, наверное, в числении переписать, поскольку n меньше 0. Ну, собственно, складывая эти два члена, получаем ряд лоран. Ну, и заметим, что интеграл можно заменить любую окружность, ρ от, собственно, больше r, ну, меньше r. Значит, мы видим, что в ряде лорана содержится, как бы, ну, даже по тому, как мы строили его, содержится совокупность двух рядов, да. Да, совокупность членов ряда с неотрицательными степенями называется регулярной частью, а с отрицательными степенями – главной частью. Ну, сходимость ряд лорана просто по определению означает, что сходятся ряды, представляющие его регулярную и главную частью. Должны сходиться оба ряда. Ну, соответственно, радиус сходимости r большой – это есть предел верхний при n бесконечности корень n, t, s, c, n. Для n больше 0, а r маленькая в минус 1 – это такой же предел, при n с уменьшемся к бесконечности корень n, t, s, c, n минус n, считаю, что… Ну, и область сходимости кольцо больше r маленького, но меньше r большого. Ну, иными словами, всякий исходящийся ряд по целым степеням z минуса является рядом лорана некой своей суммы. И поэтому cn, cn – это вообще говоря теорема. Если функция f в кольце v представима рядом лорана, то его коэффициенты определяются по формулам. Ну, собственно, вот этим вот формулам cn равным единиц на 2pi интеграл z минуса лоражу, да, f от z, 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 z минуса, степень n плюс 1. Ну, так же существует неравенство каши внутри некоторого круга. Ну, пожалуй, все, ряд лорана. Ну, единственность… Теперь перейдем… У нас все осталось изолированные особые точки. И еще там у нас вычеты. Так, ну, давайте. Время осталось с ним. Хорошо. Значит, изолированные особые точки. Изолированные особые точки а функции f называются, бывает, один. Устранимый, если существует предел при z, стремящемся к f, b, равный a. Устранимый особые точки. Устранимый особый точка называется полюсом. Устранимый. Не устранимый. Изолированная особая точка называется полюсом. Если предел f, b, f, z, стремящемся к f, равен бесконечности. И называется существенно особой, если f не имеет предела. f, z, стремящемся к f, равен бесконечности. Ну, примеры. Один. Синус z на z. Да? Мы знаем, что синус z при z к нулю это z, поэтому пределы единицы. Все нормально. Пример полюса. Два единицы на z. Например, в существенно особой точке это, например, е в степени единицы. z к нулю. Все зависит от того, как идем. Ну, например, по действительной оси, если идем справа, это будет плюс бесконечности, а сплева минус бесконечности. Ну, здесь какая-то простая теорема. Для функции f голоморфной с проколотой окрестностью точки а. Следующее утверждение эквивалентное. Вот она голоморфная, а какая-то выколотая точка. Вот так, пример функции синус z на z. А устранимая особая точка. f ограничено в некоторой проколотой окрестности точки а. И коэффициент Толорана с n равно нулю при n меньше нулю. Все это, как бы, вот, некоторые эквивалентные утверждения. Можно также доопределить функцию z в точке а таким образом, чтобы она стала голоморфной во всей окрестности точки а, ну, положив, в частности, ее значение, равное пределу. Ну, существует такая же другая теорема, что изолированная особая точка а full cf является полюсом в том и только в том случае, когда главная часть разложения в точке а содержит лишь конечное ненулевое число отличных от нуля членов. То есть не бесконечный ряд лорангов, а должны быть конечное число членов над лорангом. Доказывать тоже не буду. Ну, есть также теорема Сахоцкого, которая утверждает следующее. Если а является существенно особой точкой функции функции f, то это не будет. Доказываем. Давайте. Тарема Сахоцкого. Итак, если а существенно особая точка функции f, то для любого а большого, принадлежащего с чертой существует последовательность в тенте стремящегося к бесконечности. Такая, что предел стремящегося к бесконечности. f, f, c, c, c равен а. Я любое, любое число. Ну, есть также понятие целой функции. Целая функция называется голоморфная во всей плоскости c. Ну, целая, давайте, голоморфная во всей плоскости c, которая не имеет особых точек. Ну, в общем, это а называется целыми функциями. Ну, целая функция с существенной особенностью бесконечности, ну, например, e в степени z, называется трансцендентной функцией. Ну, хорошо, и у нас осталось последний пункт. Это вычеты. Ну, пусть функция f голоморфная. В проколотые окрестности точки А, В, ну, такое, скажем, что она строго будет. Когда вычетан функция в изолированной точке А, называется число, обозначается… Рез в точке А от f. Это и есть такое число. Это просто определение. Можно брать интеграл по кругу. Теперь больше нуля, но меньше y. Ну, по теореме Каши это число не зависит… Я имею в виду, тут теорема Каши от гомотопии скорее, но оно не зависит от… Время совсем не осталось. Значит, есть теорема Каши обычных. Звучит насыщиваем. Д – область с простой границей и G – некоторая область, содержащая замыкание области D. Если f голоморфно, за исключением конечного числа изолированных точек, кроме A1, равен принадлежащих D, то… Интеграл по Z, D, F, Z, D, равен 2Pi на сумму вычетов. Ну, в простом полюсе находится очень легко. Это есть коэффициент C-1, и он есть предел при Z, стремящемся К. Вот такой вот штуки. 5 – A, F, Z. Для вычета в полюсе N порядка, 9 – A, evaluate hangover. 20 – T, . Опять-таки F, D, – 1. И он равен… The formula я напишу сверху. Учёных коробл commonplicity? Итак, это такая величина. ДН-1, 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 ДН-1. ДН-1, 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 ДН-1. ДН-1, ДН-1. 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 Большого радиуса. Вычиски обычно используются для вычисления интегралов. Ну, например, вот такой интеграл, скажем, интеграл от нуля до бесконечности. Действительно, dx на x квадрат плюс один. Ну, ввиду соответствующей способности функции, его можно представить как интеграл, половина интеграла от минус бесконечности до dx на x квадрат плюс один. А это представить в виде предел r, что имеется в бесконечности по интеграл такой кривой гамма r. Сейчас я наречу dz на z плюс i, dz минус i. Ну, вот это наша площкость. Оружие не рисуют. Вот это вот минус r. Вот здесь, скажем, полюс i. Мы берем и интегрируем вот так. По этой оси, по этой. Когда интеграл от минус h, дай, собственно, есть вычет в точке i. Ну, был. Ну, вот, пожалуй, я все рассказал. Все пункты вычетать. Ренкаша вычетать. Коэффициент реагума равна. Нажимаем, что не считается особых точек. Ну, все. На этом заканчиваем. Спасибо. Есть. Есть.